А вот здесь, друзья, в центре кадра можно видеть вот такое качество современного комфортного жилья. Вот тот уже из дома выезжает, застройщик спрятал. Надо было делать ее минимум в два раза шире, чтобы этого больше никогда не видеть. Живут и мучаются люди. Одна большая пробка. Потому что вот это назвать дорогой. Но когда я вижу вот такие машины по цене двух-трех квартир, мусор, грязь, уехать из него. Друзья, добрый день, я Андрей Артемов. В этом районе мы уже с вами были, когда я вам показывал жилой комплекс Приневский. А сегодня мы с вами посмотрим на жилой комплекс Аквелон Скай. Мы с вами находимся в установке общественного транспорта. Это самая ближайшая остановка, где вы будете ходить каждый свой рабочий день. Поэтому именно отсюда мы с вами пойдем и посмотрим, что же по пути к вашему будущему дому, если вы решитесь приобрести здесь квартиру. Впереди мы с вами видим Октябрьскую набережную. Здесь постоянно оживленное движение и чувствуется запах выхлопных газов. Конечная остановка. Вот сюда приходят все жители этого района для того, чтобы уехать из него. Первая на пути нас встречает 14-этажка советской постройки. И вот хочу зайти туда, чтобы с высоты показать вам, друзья, весь район. Дом построен где-то в 50-х годах. При входе мы видим знакомые более кто жил в панельных советских домах. Все прекрасно знают вот эти почтовые ящики. Два лифта. Пассажирский, грузопассажирский. Но пассажирский здесь как работает. Рискнем. Так, ох ты господи, вот 14-й этаж. Надеюсь, подписано правильно и мы едем. Давно я в таких лифтах не ездил. Последний раз это был, когда я ездил на Васильевском острове. Дома на Курьих ногах на Новосмоленской набережной. 14-й этаж. Лифты здесь не разговаривают. Выходим. Здесь уже современную поставили дверь. О-хо-хо-хо-хо. Знаете, такое ощущение, что здесь когда-то было окно почти в пол. Ну, вот такой выход сделан. И здесь, конечно, друзья, страшно. Здесь асфальтовое покрытие. Такие ограждающие элементы. Они достаточно, знаете, вот выходишь, и он вот так наискосок, чтобы вода уходила туда. И, соответственно, стоять достаточно страшновато. Вот отсюда мы с вами видим советской застройки. Пятиэтажки, двухэтажные дома, трехэтажные дома. Ласточкино гнездо. ЦДС Приневский. И за ним как раз Эквелон. Конечно, когда вот отсюда смотришь сверху... О, друг, смотрите, какой прилетел. Вот советская застройка. Обратите только внимание, какое большое расстояние между домами. Есть уже, естественно, выросшие деревья. За это время они выросли. И вот, знаете, здесь такое ощущение, что я попал в какой-то провинциальный город. Городок. Я бы даже сказал бы так. Вот эти, кстати, пырники, о которых я вам сказал. Вот он, ТЭЦ, который обеспечивает теплом весь этот микрорайон. Электроподстанции. Вот они, кстати, вот там идут. И как раз некоторые жители Приневского и Эквелона будут видеть их свои окна. Вот эти, кстати, черные провода, которые в центре города Ощи. Они везде есть, голову поднимаешь и просто трендец какой-то. Это как раз интернет-провайдеры. Вот таким недорогим способом они тянут провода в соседние дома. И далее. Ну вот. Детский садик. Ну и все. Больше ничего нет. Вот, друзья, эта дорога, по которой вы будете ходить каждый день, если вы будете жить в этом районе, и у вас не будет автомобиля. Когда есть автомобиль, вы только представьте, уже какое количество сданных здесь домов. И что творится здесь, наверное, в часы пик. Здесь одна большая пробка. Ну а теперь я вам еще хочу кое-что показать. Та-ра-ра-рам. Вот такой лестничный марш. Такое ощущение, что здесь был пожар, все выгорело, плохо отмыло. Здесь лишь гликостры. Ну, в общем, какой-то, друзья, реально трэш. Все исписано. Ремонта здесь, наверное, не было Советского Союза. Ну-ка, сделаем вот так, чтобы было нагляднее. Вид, конечно, удручающий. Но зато здесь можно посмотреть и на ограждающую конструкцию, которую мы видим часто в новостройках и даже бизнес-класса. Здесь нет линолеума и держится, кстати, намного-намного крепче. Вот это уже дорога внизу. То есть по ней вы будете ходить каждый день в свои дома. Название тротуара – это, конечно, наверное, очень высокое название, потому что, обратите внимание, вот здесь такое ощущение, что в советское время никто ничего не делал. Зато на противоположной стороне вместо тротуара протоптанная тропинка вдоль какого-то папоротника, который растет на противоположной стороне. Видны частные дома, куча мусора, неухоженная территория. Вот видите, дом впереди. Ощущение, что в какой-то маленький городок приехал, где вот есть такие постройки. Друзья, ну это Питер. Такая, знаете, даже какая-то романтика, наверное, в этом есть. И впереди вот такие высотки. Ну, здесь, конечно, видно, что никто ни за чем не ухаживает. Мусор, грязь. Когда проходит дождь, здесь, естественно, все. Вот видите, знаете, почему здесь вытоптаны? Нет травы здесь, люди вытоптали. Их здесь столько много, что они обходят друг друга. Одни идут домой, а другие, наоборот, выходят из дома и вот проходят, обходят друг друга. Вот это, знаете, такое ощущение, что вот это не земля, а это, как раз, грязь, которая за большое количество лет уже превратилась в вот такие горы. Ну, вот смотрите, как удобно идти с коляской. Безбарьерная среда. Санкт-Петербург. Певточка. Магазин Семи Шагов. Улыбка Радуги. Мини-маркет. Ну, хотя бы что-то есть, куда можно сходить за продуктами и недалеко. Ну, понимаете, да, что Семи Шагов – это магазин эконом-эконом-класса. Стихийная парковка. Вы только обратите внимание, все забито машинами. Парковки здесь просто нет. Паркуются там, где есть возможность заехать. По правой стороне аналогичная картина. Все-все заставлено в машинах. Вот вы только посмотрите, здесь просто нет асфальта. Вот здесь его убили, выгрызли. Здесь уже какая-то проселочная дорога. И чтобы, вот, я не знаю, для чего эти грибки поставили. Тут газоном это не назвать. Здесь везде паркуются машины. Ямы. Вот куда смотрят администрации района, вот мне, честно говоря, непонятно. Но точно их здесь никогда, наверное, не было. Потому что это можно назвать одним нехорошим словом. Убогие заборы оградили вот эту колхозную траву. Ну, деревца, которые здесь люди или управляющая компания посадила, хоть что-то было. Но, конечно, ухаживать не очень хорошо. Маленькие, кривые надо делать было сразу, изначально, и застройщика. Но когда я вижу вот такие машины по цене двух-трех квартир, я, честно говоря, не понимаю, почему люди живут здесь. Либо они здесь арендуют квартиры, так как здесь достаточно недорого. Вид, конечно, на противоположной стороне просто бесподобный. Вот это убитое поле под парковку. Огрызки деревьев. Ну, вид, конечно, деструктивный район. Вот здесь мы видим с вами 690-ю школу. Понятно, что у нас забито под завязку, потому что большое количество домов. Школа, к сожалению, одна. И сейчас мы с вами будем подходить к речке, которая называется Утка. Вот она, видите, где летают чайки. Это как раз речка. Ну, вернее, даже не речка, а то, что осталось от нее. Когда смотрю вот на эти электрические столбы, вышки, сотовые связи, такое ощущение, что я в какую-то промзону зашел. Но это точно не должен быть жилым кварталом. Но нет, друзья, здесь живут и мучаются люди. Напомню, что на сегодняшний день самая недорогая новостройка – это жилой комплекс «Цветной город». После него идет ЖК «Приневский», а за номером 3 – «Аквилон Скай», про которую мы как раз сегодня и поговорим. Вот она речка. Через нее, видите, проходят трубы теплоснабжения. Обратите внимание на высокие деревья в русле этой реки. Вот из-за таких конструкций мы сами убиваем экологию своего города. По руслу реки, конечно, видно, что до этого она была достаточно широкая. Можно было плавать на лодке, но уже, наверное, на протяжении лет 20, если не больше, от нее остался вот такой небольшой ручей. Утки, голуби и чайки – все греются вот здесь на берегу на солнышке. Вместо зеленой зоны – огромная парковка. И вот обратите, как все сделано для людей. Как удобно здесь жить с детьми. Вот это, когда видишь, знаете, даже дальше не хочется идти. Хочется сесть в свой автомобиль и просто убежать отсюда, чтобы этого больше никогда не видеть. Все заставлено машинами. Все в машинах. С парковкой здесь большая проблема. Но зато нет проблем с пивом и шаурмой. Вместо газонов, где должна расти трава и деревья, здесь все заставлено машинами. И они ставят сюда их не просто так. Обратите внимание, что здесь с асфальтом. Здесь просто одно название. Асфальт и дороги – все давно-давно уже убито. Вот такое качество современного комфортного жилья. И здесь, смотрите, какое расстояние между домами. Почему в советское время могли, а сейчас почему не могут. Вот, видите, все, вот, времени 11.54. Все забито машинами. Просто я представляю, что здесь вечером просто нам не проехать. 10 кругов ада намотаешь до того момента, пока найдешь место, куда припарковать свой автомобиль. Ну, видите, столбы уже гниют все. Наставили их для того, чтобы сюда не парковали. Потому что, если бы и снега стояли бы машины прямо бы вот здесь. А у водителей другого выхода нет. Поставить-то машину некуда. Вот мы с вами впереди, друзья, и видим Аквилон Скай. Конечно, на фоне вот этих новостроек, у которых совсем безликий вид, он смотрится, знаете, такой белая ворона. Смотрится красиво издалека, но здесь вентфасад. И я вам чуть позже расскажу и покажу, почему я не сторонник именно таких фасадных решений в нашем климате. Квартиры в комплексе представлены от студий до двухкомнатных квартир. Согласно данной квартирографии, 91% занимают студии и однокомнатные квартиры. На момент съемки видео однокомнатная квартира в жилом комплексе Аквилон Скай стартует от 6 миллионов рублей. А в ипотеку такую квартиру можно взять по ставке от 3,1%. Если нужна более подробная информация, оставьте заявку на andreyartemov.ru. Из плюсов отмечу, что согласно проектной декларации застройщика, все три дома сдадут одновременно в третьем квартале 2022 года. А ключи должны передать до 31 марта 2023 года. Конечно, приятно, когда сдадут все дома одновременно и ты не будешь жить на стройке еще пару лет. На сайте застройщика указано, что будет дополнительная шумоизоляция. Вот только непонятно, чего будет дополнительная шумоизоляция. Если, друзья, вы знаете, что дополнительно шумоизолирует застройщик, напишите, пожалуйста, в комментариях. Также отмечу, что у застройщика есть закос под легенду. Помните, как они маркировали свои квартиры, как размеры у одежды. М, L, XL и так далее. Здесь застройщик пошел таким же путем. Но отмечу, что планировочные решения у застройщики, на мой взгляд, обычные. Ничего в них такого просто нет. Ну, а мне, например, не понравилось, что очень маленькие ванные комнаты. Они по размеру напоминают в советских панельных домах. Когда вы приобретаете типа трехкомнатную квартиру, по факту это обычная большая двухкомнатная квартира, и у вас ванна там 3,2 метра, но это очень-очень мало. В каждом проекте, кроме зеленых зон, спортивных и детских площадок, должны быть и парковочные места. И здесь застройщик пошел на хитрость, чтобы сдать свои дома. Согласно проектной декларации, машиномест будет 300, но двухэтажных. И для того, чтобы припарковать две машины, вам нужно будет приобрести, согласовать и установить автомобильный лифт, который стоит как полавтомобиля. Так что по факту машиномест будет всего лишь 150. 150 машиномест на 1801 квартиру. То есть 8% квартир будут обеспечены машиноместами, которые еще и нужно приобрести за свой счет. А стоимость такого машиноместа на сегодняшний день от 1 миллиона рублей. На территории комплекса застройщик обещает детский сад. Но в проектных декларациях и нигде нет упоминания об этом саде, и нигде не видно, чтобы его начинали строить. Поэтому будет этот детский сад или нет, у меня информации, к сожалению, нет. Про социальную доступность я подробно рассказал в своем видео, когда снимал про жилой комплекс Приневский. Ссылку оставил в описании к этому видео, для того, чтобы вам было удобно перейти и посмотреть. Сейчас мы с 23 этажа соседнего комплекса внимательно посмотрим на Aquilon Sky и не только на него. Вот эта дорога, по которой я шел, Приневский, Ласточкино-Гнездо. Обратите внимание, что фасад, конечно, смотрится намного интереснее. То есть он такой красивый. Здесь по сравнению с этими плитами, видите, они здесь такие, скажем, меньшего размера, чем здесь. Здесь плиты у них намного больше. Но это, друзья, все-таки вентфасад. Вот эти дома я как раз показывал в своем видео. Вот там промышленные объекты. Вот он за этими домами уже виден кат. То есть вот здесь как раз у людей будет классный вид на промку и на кат. Коммерция. Здесь из плюсов. Большое расстояние между домами. И, пожалуй, это одно из больших. Ну, кстати, вот тут создается здесь тоже большое расстояние. Возможно, что-то еще внутри построят. Жалко, что еще нет озеленения. Не видно, как это будет. Потому что у застройщика практически здесь райские сады. Территория здесь большая. Недалеко есть лес. Вот, кстати, видите, вот там вот такое мутноватое. Вот там как раз сейчас то ли снег, то ли дождь идет. И здесь, знаете, то ли дождь сыпет, то ли это снежок сыпет. И вот, кстати, отсюда очень хорошо видны определенные нюансы. Обратите внимание, что мы в центре кадра с вами видим двери на балконы, которые должен потом застеклить застройщик. И, соответственно, мы видим, что дверь, выходящая на балкон, во-первых, она, то есть она получается выше уровня пола. Для того, чтобы пройти, приходится будет или наступать, или перешагивать. Это не очень удобно и практично. И достаточно узкая дверь. Надо было делать ее минимум в два раза шире. Вон, видите, как раз здесь видно, строители монтируют утеплитель. Вот на такой люльке наверху уже видно все оборудование. Вот это стоят вентиляторы. Но здесь тоже обратите внимание на асфальтовое покрытие. То есть оно здесь давным-давно убитое. Здесь его просто вообще никогда не было. Ну, на самом деле, очень-очень странно. Почему с данным домом и выглядит все это вот так. Вот это будущая дорога между домами. Вот эти все комплексы, которые мы с вами смотрели с высоты все эти дома. И вот здесь, да, вот смотрите. Надо поближе рассмотреть этот вент-фасад. Сейчас мы с вами подойдем, и я вам покажу нюансы, которые уже застройщик спрятал за этой, на первый взгляд, красивой облицовкой. Хочу вам напомнить, что базальтовый утеплитель боится влаги. Влага его разрушает. И давайте посмотрим, что стало с утеплителем за то время, пока возводят этот дом. Вот здесь, если обратить внимание, то видите, вроде более-менее ровно. Но вот видны вот такие моменты, которых не должно быть. Это мостики холода, там будет промерзание. И теперь смотрим сюда. В центре кадра мы видим, что здесь уже совсем другая картина с утеплителем. Он весь надломленный, подубитый, падает вниз. Вот здесь мы видим, что он уже выгорел, какими-то кусками добили. Но как-то мне, знаете, вот создается впечатление, что его нужно полностью заменить. Но я полагаю, что его просто зашьют и сдадут этот дом. Но надеюсь, что со второго этажа, где идут жилые помещения выше, там с утеплителем будет все в порядке. Еще один из нюансов – это остекление. Обратите внимание, что оно идет сплошное. От самого верха до второго этажа. Крепится на монолитных перекрытиях. И весь нюанс будет этих фасадов в том, что между монолитным перекрытием и вертикальными стойками этого фасада будет расстояние. Чем его закроет застройщик – неизвестно. Вот обратная сторона комплекса. Здесь, конечно, ситуация совсем другая. Понятно, что до озеленения еще есть определенное время. Но вот здесь, видите, какой вид – это линии электропередач. Вот там у нас впереди кат. А вот он – фасад дома. И напротив него – жилой комплекс Приневский. Я очень, конечно, надеюсь, когда Аквилон сдаст свои дома, то здесь же сделают дорогу. Потому что вот это назвать дорогой – не поворачивается язык. Вот тот уже из дома выезжает из Аквилона. Видите, все отработал смену и поехал домой с матрасами. А вот здесь, друзья, в центре кадра можно видеть, как качественно застройщик приклеил или прибил утеплитель. Не знаю, какая уж там у них технология. Вон, видите, как под окном куска не хватает. Здесь они торчат. Щели между утеплителем. Но вот такого точно не должно быть. Будете принимать в холодное время года – не забудьте взять с собой тепловизор. Каждому вновь возводимому объекту выдают разрешение на строительство. У нее есть сроки начала действия этого разрешения и окончания действия разрешения на строительство. Давайте посмотрим, что с этим объектом. Здесь мы видим паспорт объекта и видим, что срок действия разрешения до 16.07.2021 года. Но, согласно документов, срок действия разрешения строительства продлен до 30.07.2022 года. Мы с вами посмотрели, друзья, этот район, этот жилой комплекс, что находится рядом. Вот напишите в комментариях, как вам окружение у этого комплекса. И, по вашему мнению, стоит ли здесь вот эта недвижимость тех денег, которые за нее просит застройщик? Напомню, однокомнатная квартира от 6 миллионов рублей. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...